Первое послание Иоанна Иоанна. Они пришли от нас, но не были наши. Ибо если бы они были с нами, наши остались бы с нами, но они вышли, и через то открылось, что они все наши. Такие простые и приятные слова. Их очень любят православные, католики, баскисты, все девятики. И каждый говорит, вот раз нас вышли, вот если бы это обнаружили, что вы не наши. У нас очень близкий человек есть, большой баскистов, у которого родственники сегодня все там. Он прямо стал в собрании, спросил. Мы причащаемся. Средо или тело? Он говорит, честно пущу, что тело, воспоминание, но по подобию, но это не тело. Вот действительно так и есть, у них правительства не совершаются. Он говорит, ну, Христос сказал, что не тело. Это православный припитер. И рукой махнул на хокровский собор. Он говорит, вот туда я и пошел. Вот сейчас поработали трудиться с хрященником. Христос сказал, и громко крышу, уходите в ад. Упора уже нету. Христос сказал, я знаю. Сын. 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 Разрушено все. Если бы они были наши, какое простое определение. Православные говорят, католики отошли от нас. Меня всегда это удивляло. На каком основании так можно утверждать, что католики отошли от нас? Хотя католиков, ну, минимум, в пять раз больше. Ну, не большинством, конечно, отличается. Но это 1054 год. Католики, естественно, нас называют фигматиками, расходниками. Отошли от нас. И здесь одно есть слово, которое не позволяет играть вот этим стихом. Вышли от нас. От апостолов. А все применяют в себе. А католики, конечно, это от нас. От них, конечно, адвентисты, это то, что они от нас вышли. Вот написано же где? Казал говорит, подражайте мне. Адвентист, выступает, я говорю, вот написано, подражайте мне. Вот я про это и говорю. Открыться перед всеми. Но это же большая разница. Три и визиты от апостолов Павла. Вот мы слышали, как Павел говорит. Сколько ему было давно. Но отошли многие от него. Поносили его. Поносили его. Нам даже удивительно. Как можно было от апостолов Павла. Только от Иоанна может. Так он говорит, не от меня отошли, а от апостолов. От всех апостолов. Мысленно. Болезучие все времена. С цветами люди. Игреи. Все бородатые. Одеты по форме. Все как положено. Сюда они с Иоанном агреге зашли и ухаживали свои доводы. Открыться перед перевозчиками. И узнали этот цветок. И сказали, что вы нашли в Иоанне. Плохого. Что отошли. Ручьих апостолов не было очень веслое. И они не одни отошли. Чтобы понять это. Вот перед Моисеем спорят люди. Они выдали обновление. А почему мы должны вас слушать? Почему ты слышишь нас? Почему ты слышишь нас? Почему ты слышишь нас? Но мы сами все знаем. Что люди отличные. Двести пятьдесят скобильные священники. Ни один, ни два. И народу ничего нельзя было доказать. Мы даже не знали, сколько за ними пришло. Но прошло ясно, что ни два, ни три человека. Это столько начальствующих. Буквально народной кореи. Число 16-я глава. Говорят, да, пройдя покажу. Кто от того отошел. Развергнут земля и живые шашлева. Вот теперь ясно. Да почему теперь у меня не было два раз. Один раз зашла пошла. Один раз жена Агилула Тротова. И Господь же вспоминает ей жену Лотку. Каждый день не надо. Иначе тут ходить негде будет. Один с Алюмией остался, другой будет стоять. Один раз вспоминает ей жену Лотку. Вот эти люди были. Вот сядем и задумываются. Сколько же их было. Слово прочтем Евангелие от Иоанна. Откровение. Три послания. Пять книг. И они от него пошли. Человек, которого Господь, среди учеников, даже не делил. Ученик, которого любил. Постоянно повторял это. И они нашли в нем что-то такое, что не забыло ученик самому было. Иначе мы погибнем. И он говорит, они вышли от нас. Да какое это доказательство? Вышли от нас. Ты же не Христос. Сигнал христиан. Огнал меня, говорит Господь. Гнал просто простых, обыкновенных, бедных. Или не огнал. Ты отошел от Христа. Ну кто бы мог сказать, что отошли не один, а на втором грядке, а от Христа. Попробуй докажи. Попробуй докажи, что за рубежные отошли не просто от Христа, а от Христа никто не покалится. Ни один. И неужели не один. Ну может один, два, как же в пустыне. А нужно сесть и открыть Писание. Как он верил. Вот таким хотя бы. Почитаем послание. Значит, мы встречаемся с Господом. Вот такое слово отойти. И мы сразу сегодня увидим, что те люди, которые отошли от Христа, не имеют права спориться на этот стих. Они вышли от нас. Вот Патриарх Тихонов дает 362-й указ. Что в каждой Евангелии можно самостоятельно управлять. Мне тоже непонятно, зачем этот указ вообще был. Когда о том, что под одной главой под один патриархов нет такого учения в церкви. Его вообще нету. Последствовать все учения в природе, чтобы люди любили друг друга и жертвовали. Всего этого нигде нету. Он везде тащит любая курица тащит червяка в себе. Это только на Христе все. И когда говорят, что душа по природе христианка, то это что и в природе вопрос. По природе мы эгоисты. Человек рождается подобно диктуру отцу. Бесполезучница. Бесполезучница. В природе христианка. Вот там да. Она христианка. Все время надо давать пояснение. 362-й указ Тихонов сказал, а он и не нужен был. На него ссылаются. На него ссылаются. Один за другим дороги остановят. И Север согласен указу 362-го. А вы когда любите это на до древние? Когда будет возможность учиться с антральной властью? Не нужно такого коммунитического режима в руках. 15 следов же есть возможность. А эти слова выбрасывают. Каждый тянет в себе. 362-й указ умертвый. Его вообще даже руки уже брать не надо. Он не должен. Нет твоей власти без должности. Приезжай на смысл, общайся с патриархом. Езжай на границу. У кого хочешь езжать? Значит, вышли от нас, от апостолов. А вот для этого надо сидеть за стул и углубиться в Писание. А я не отошел ли? Я не считываю тех, которые отошли и уже не наши. Это работа на всю жизнь. И поучитесь дома заниматься именно из детей. Чтобы они анализировали. И отошли к этой программе. Программа заложена в Священном Писании. Все. Мы можем сегодня дать характеристику апостолов очень точно. Их ни с кем нельзя было искать. В первую очередь, все не верили, что Иисус есть Бог. Все не верили, что Христос умер на голове для наших детей. Они все не верили, что церковь ужасовала на Христом. Они верили, что дух с медой сошел, он улучшает и живет человек. И все мы являемся храмом Бога Святого. Пока мы увидим, где мы находимся. Ну, конечно, мы, что мы не отошли. Что говорит об этом Писании? Еще хотелось напомнить двухкратный Собор. В 17-е правило на него очень часто ссылается. Что если ты отошел от епископа, а он уклонился в двери, еще пока его не объявили еретиком, что ты не расход создал, а при всех расход. И сегодня все нечистивые обращаются в новом. Подолжи двукратный Собор, чтобы мы прежде объявления уже отошли. Объявили, мы просто патриотипы богодатны, ну и каждый сам все тебе решает. А ты посмотри сначала, о чем решла, в какое время был Собор, кто присутствовал, какие были ереси. Объявлено не ереси то, что ты называешь ересью. Зарубежная часть была объявлена, чтобы объявить московскую патриотию без загляд, но не объявили. Случайно это или не случайно? Но это стояло слишком многое. Я в самые стройки встречал с Россией и Еремей за рубежом, которые говорят, мы близки к тому, чтобы объявиться благодатны. Но никак не было объявлено. В частном мнении, о чем мы ему сказали, все-таки какая незримая, честная вещь, из которой Господь не пропускает тех, у кого есть священство. Сорок Исаия 1-4 говорит. Оставили Господа. Призрели святого Израиля, его повернули назад. Но тут оставили. Они оставили Господа. А чтобы знать святого Израиля, его повернули назад, надо было смотреть, что Бог говорил. Это сказал Исаия. За нас святой Исаия, день памяти его, иконы есть. А для них он был никто с мужчином. А так вот, ходим в храм. Я все расчетыре одежды пожертвовал. Да, например, все. За Бог. Он говорит, что мне не нужно это сказать еще. Мои сердцы сели на горах. Всю имя Бог, который сопровимает это. Я не пью кровь, но и Бог. Я этим напоминаю вам, что вы повинны в крови. На вас умирает единое животное. Бытие тридцать один, один, тринадцать одиннадцать. Тень брал в себе ловскую окрестность и адамскую. И отделились они друг от друга. И что он брал, отделился? От дяди. Что он брал? Да и два не прогиб, только не молится его. Вот так отделяется. А зачем он отделился? Жить лучше. Там пастбище хорошее. В связи с пастбища. И земля, как правило. Он посмотрел. Все зеленое. Значит, в короткое время там будет полагать огонь. И как печь. Двините. Вот это просто открыто от лутора. Надо манейти вперед проглядывать. Что дальше нас ждет? И Ирине 6.29. Что о том говорит? Что Господь наказывает. Череплавляет. Но злые не отделились. Бог сам отделяет. Я напрасно, честно, череплавлял. Как переплавлял? Страдания. Революция была. А злые не изгиблись. Он убивал новое на их место. Такие раздались. Надо заботиться о том, кто будет жить здесь. И молить Бога. Чтобы эти люди знали Писание. И любили Господа. О чем я вам говорил. Может быть больше никогда вы не успеете. Сегодня я в последний день с вами. Вот апостол Павел, когда он ходил за телесами. Его больше не увидите. Я понимаю. Слезы учеников. А другие радуются конец-то и победу. Но телесово не будет напорядать. Он и непременно обмечал. Он говорил. Мы остались из Христа. Остали от благодати. Это всегда было. У нас буквально знаете, что и сегодня говорит Иоанна, и Солтолуста, и Константинок, и Патриарха. А на него кто хотел, тот и плевал. Епископы. Священники, которых он сам помогал, признал их достойными. Они поднялись против него и требовали казни. Ему ни много ни мало. Блавливали на скопах горных монахи, с оружием в руках, чтобы уничтожить его. Отделились. От человека являются злобы. Неслышанным Духа Божия. Деяние 19-9. Вот видно, по которому можно определить, правильно люди отделяются или нет. Отделил учеников. Всежедневно проповедовал в училище некое ветеранное. Люди слушали. Вот соберутся. Отсчитайте какие-то споры. Сутые разговоры. И Павел видно, что ничего не могли сказать. И когда сказал. Кто за мной? Выходите. И отчинил их. А что я начал заниматься? А потом наступила тишина. Вот так вот встречается. Словом Божьим. У нас много разных причин. С чего пропускают всю форту вечером. От священника, слава Богу, приходит еще. А причина третья одна. Другой удивил отдельным умом. Сунистывательное хозяйство. Вот маленькие дети, с кого уходные, приходят только встречаться. А когда схватили женщину с ребенком, куда ты бежишь? Бежишь сейчас. Тут храм. Сегодня все сжигают будут. Я говорю, что ты бежишь с ребенком, по-моему, если дойти на нем. Приходи раньше. Ребенок закричит. Можно быть. У нас больше этого нет. Чтобы у кого-то на руках не приходили. Или позже приходили. Этого нет. Что он всем пропускает. Такое есть. А что? Мышь на такой плане. Мышь на разные условия. Или там более строго у нас. Вообще нет этого. А где-то комната математики. Одна сидит с ними. Бывает двадцать человек пять. Приходите это. Если тебя не дадут, то твоя страна тебе не нужна. Как тебе его на правду дадут? Бог, надо для того, чтобы ты его делал в суд. Он на другом уровне слышит. Потеря великолепных ребенок самим плачен. Показывает моление. Думан, реченый ребенок. Самим плачен. Даже это надо учитывать. Ты не успеваешь, говоришь. Иди в правду наукции. Запомни эту правду. Мастер Анна Толк говорит. Иди в храм. Ты получишь обильное благословение. Всю неделю надо ждать. Детей настраивайте. Скоро суббота. Приготовьтесь. Что мы скажем Господу? А что наведите себе страшно? Себе рывно это время колбите в одно место. Иначе ничего не будет. Потому что люди, которые смогут поддержать победу, они очень много приедут. Очень много. Это нам только кажется. Вот получил олимпийскую медаль. А вы знаете, какие у него соревнования, какие-то воды. Я про одного просчитал шлифт. Он доработал на одном только соревновании четыре олимпийских медалей. И спрашивает, почему не получили ни одной медали. Ветер как противный. Он же бежал в противеньках. Да ему может быть на наждачную бумагу бежать, он в полискарно тоже будет. День и ночь тренируется. День и ночь. Мы должны многое делать механически. До такого состояния надо проводить. Мы должны жевать, если утром встали не вовремя. Не вовремя освещенности. Сладеть все эти желания. Не опоздал. Буделить не сработал. Чтобы внутреннее было здание. Вот в этом состоянии надо подводить. Отделить от Духа мира всего. Да надоедай этот. Какой не наведал. Он говорит, везя вас. Залей не любил за него. А может и пришла их. Пришла. Я хочу, чтобы никто не погиб. Я вспоминаю, как сувалом взял город Израил. Израил. Который вообще был не присуток. Когда атакует. Что говорит. Дух в шесть раз больше стал. Чем тихо своих крепостей. А у него меньше, чем тихо своих крепостей. Он ее взял. Он построил. И ставил другую, какую рядом крепость. И все время атаковал. А утром. Стал дать и спасти них. И ходили все как с земли. Вот нам пример. И Павел. Избедите, что вы получите. Он направил не строим. Садите вещь в нем. Чтобы нам завоевать. Нам примеры даны в этом мире. Повернуйте друг с другом. Кто-то не едет. Обязательно идите к нему спасти. Почему сестра не была? А почему тропинку вырастает? Сады может быть возможности не быть. Как много отдавали надо за то, чтобы быть вместе. С детьми Божиими. Бытие 37-12. Получил повеление. Выйди из земли сей. Извратить землю в Родине своей. Родина наша не была. Что же вы к тому направлены? 1-й парк 15-6. И сказал Саул Синьян. Выйдите из свежих комалитетян. Чтобы я не погубил вас вместе. Готовил нападение. А там были люди, которые не были врагами. Вы идите оттуда. Во время чего-то там разбирать не будет. Начинается артиллерийский обстрел. Все побегут. Вот когда готовится где-то погибель. Смерть. Тогда Господь сказал. Отдельтесь. Ведите из одного города в другое. Евреям 10-25. Не будем оставлять собрание своего. У всех вторых обычаи. Но будем олищевать друг друга. И тем более, чем более усматривайтесь приближение Дня Лонова. Не оставляйте собрание своего. Были такие люди. Все это пошло в обычаи. Один раз попустил субботу. Тяжело. Тяжело. Два раза. Уже привычки себе. А потом жили. Просто на субботу. Ну и не ходу. Что-то буду делать. Не потому, что много дел. Ты просто не любишь собрание. Он говорит. Не оставляйте. Он умоляет нас. Писание это не умерло. Оно живо. И чем более увещевайте. Я писал, что мы не ходят. Но это его дело. Увещевайте. Ходите. И тем более, тем сильнее, тем чаще увещевайте. Чем больше приближайте Дня Лонова. То есть, пришествие Господне. Огонение. Я все время в этом состоянии должен жить. В тревожном состоянии. Внезапно все это изменится. Вы говорите. Испания Божия. Да моря не найдете. А сегодня я все пришел. Все услышал. Ты был с народом Божьим. Чем меньше разнес в полицию. Чем получил благословение. Здесь ангелы присутствуют. Завтра они приходят. А на другой свете. Ни на что не сплатишь. Вы бойтесь. Что бы ни делал. По часам уже надо все. Все. Замораживай. Присаживай. Я иду на встречу к моему Господу. Я последний может раз увещеваю это. Чем более увещеваю. Что очень сильно чувствуется приближение Дня Лонова. Это увещение своего. Это скоро все закончится. Иеремия 51-41. Выходи из среды его народ мой. Когда люди отступают. Действительные делаются. Брежат или находятся в плену. Бог дает такое повеление. Но не так, чтобы оставить все так и выходить. Иоанн 13-30. Иуда цинил кусок. И тот сейчас вышел. А была ночь. Что будет слово ночь? Это состояние внутреннего Иуды. Внутри его была ночь. Что же внешне? И вот так. Пришел, посчастился, вышел. Вышел. А опять не хожу. Просто жди этот день. Батюшка когда уезжает в городе. Всегда говорит среди недели. А еще праздники. Кто к какому храму близкий. Он тогда говорил. Никакого объединения не было. То есть наша позиция тогда была. Видите какая лояльность. Мы еще летали в магазины. Ходили в эти храмы. Но мы не хотели соединяться с этим нечестием. Третья книга. Царств. Четыре двадцать девять. И вот в церкви пророк Ахия и Арабаама одежду разобрал на двенадцать частей. Копок провел один. Как? На двадцать частей. Ты будешь на десятью частями на десятью коленами. А девять станет за нечестие сына Соломона Арабааму. Так не случилось. Разразилась. Третья книга. Вот что же это не случайно. Что возникли с тем тоже не случайно. И революция была не случайно. И перестройка. Это все на месте стоит. Всеми этими событиями, болящими. Скажем. Бог нас побуждает ближе к чему приблизить. Чтобы мы искали Бога. Чтобы мы жаждали услышать. Как можно было в послании Павла забирать. Люди сегодня в каждую сапитую глядываются. А за ними опоздали их не кто, а называющийся следующим. Чтобы они никому не попали. За него подделывали. Как бы нами написанное. Араб говорит. Чего вы делаете на нас? Книги сватауста. Просто я знаю, который ненавидит. Вот он все сделал. Особенно ненавидит. Многие даже ведущие апостола Павла. Чтобы понять евангелиста Иоанна. Когда он говорит. Они вышли от нас. И еще не только обнаружилось. Повторяю. Надо знать тучение. В котором находился евангелист Иоанн. Это учение любви. Учение прощения. Это верность. Он был девственным. Определенно. Все житописатели говорят. Не потому что он был некрасивый. Не мог жениться. Любовь его была на соль вечка. Как от апостола Павла. И что он всем сердцем любил. И его наносил. Подносили в храм. В житии написано так. Не в писании. Чтобы умер он ни одного богослужения не просветил. Ни усом, ни вещем. Это написано. И ежедневно собирались. У них работы не было. Попалей не было. Все у них было. Но у них было то, чего у многих суббатских. Это ревности к Слову Божию. К изучению его. К тому, чтобы не отделяться от святых апостолов. Аминь. 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 Продолжение следует...